Великой Отечественной войне 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 Всего после войны Николай Тимофеевич Великой Отечественной войне 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 руководил комиссией по социальным вопросам, защищая права трудящегося коллектива. В 1956 году в городском парке имени Толстого он познакомился с красивой девушкой Захаровой Дарьей Андреевной, которая работала медсестрой в областном онкодиспансере. Вскоре молодые люди вступили в брак. Родилась дочь Валентина и сын Александр, который, к сожалению, трагически погиб по окончанию семи классов. Николай Тимофеевич – человек с активной жизненной позицией. Он член Президиума Володарского совета войны, труда и правоохранительных органов. Принимает активное участие в работе комиссии по патриотическому воспитанию молодежи. Он – желанный гость в образовательных учреждениях района, в детских садах, клубах по месту жительства. Николай Тимофеевич принимает активное участие в проведении уроков мужества, в работе молодежного дискуссионного клуба «Легко ли быть молодым» при библиотеке имени Пушкина, традиционных неделях памяти. Он рассказывает молодым о мужестве, стойкости, героизме советского народа в Великой Отечественной войне, хочет быть трудолюбивыми, ценить и гордиться историей нашего героического народа, воспитывать в себе силу духа, решительность, целеустремленность, быть людьми высокой нравственности и культуры, никогда не торговать совестью, воспитывать в себе любовь и преданность Родине. В своем обращении к молодежи он говорит, «Дорогие друзья, вы принадлежите другому поколению, у вас другие возможности для проявления героизма, вам предстоит решать сложные задачи во имя нашей Родины. Вера в победу и наш героический народ помогли нам выстоять и победить. Живите с верой в Россию, вы ее настоящее и будущее. Судьба страны в ваших руках, так будьте же достойными сменой, продолжателями славных боевых трудовых традиций старшего поколения. С честью пронесите через всю свою жизнь знамя победы и такие понятия, как долг, честь Родины. А если она позовет, то немедленно встаньте на ее защиту, так как это сделали мы, не щеля своей жизни. Мы всегда будем помнить, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Это терпение, великая стойкость и безграничная любовь к Родине. Пусть же эти проверенные огнем войны качества всегда сопутствуют нам. А ветераны, проявившие стойкость и мужество, навсегда останутся в памяти поколений, как вечно молодые и бессмертные герои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова